добрый день дорогие друзья сегодня 24 января у нас солнечно тепло ночью мороз минус 2 днем плюсовые температуры сегодня плюс 5 6 градусов и я буду заниматься подкормкой своих луковичных растений которые я выращиваю в контейнерах вот эти все луковичные растения которые находятся вот в этих контейнерах уже прорастают они вам покажу поближе их необходимо подкормить и полить стоят они у меня под стеночкой на стеллаже я их сюда перенесла для того чтобы удобнее мне было работать и подкармливать полить и потом снова отнесу их поставлю на стеллаж так как у нас днем тепло плюсовые температуры солнышко пригревает поэтому верхний слой грунта подсох и поэтому я и займусь обязательно еще и поливом кроме подкормки я уже проверила что внутри грунт увлажнен то есть луковички находятся там в увлажненном грунте но а сверху грунт подсох поэтому слегка обязательно полью подкормка нужно для того чтобы тюльпаны нарциссы и другие луковичные растения которые мы выращиваем в контейнерах были крепкими цветоносы чтобы были крепкими и чтобы цветы были красивыми и яркими в этот период уже все луковичные растения заложили цветочные почки поэтому подкормка обязательно подкормить лучше комплексным удобрением содержанием фосфора калия и небольшим содержанием азота все-таки лучше сейчас им дать больше фосфора и калия если ваши контейнеры находятся в прикопе то также обязательно нужно их подкормить если вы в холодном климате если вас снежные зимы и контейнеры находятся под покровом снега то подкормить можно чуть позднее как только начнет оттаивать снег можно по снегу разбросать удобрения и снег будет таять и удобрение будет опускаться вниз и попадет обязательно всем вашим луковичкам в контейнеры если контейнеры находятся в теплице и вы находитесь в теплом климате то обязательно нужно поливать и поливать достаточно часто потому что вот в теплице у нас прогревается воздух до плюс 25 градусов и конечно же грунт будет просыхать поэтому следите за поливом прежде чем подкормить я сниму уберу в сторону вот так небольшой слой грунта чтобы разбросать удобрение и потом этим слоем присыпать то есть удобрение нужно обязательно заделать в почву таким образом и теперь с этой стороны немножко вот так вот сделаю луночку и тоже сюда разбросаю удобрение и так все контейнеры подкормлю и обязательно поливаю все совсем немножко я уже сказал что внутри слой грунта увлажнен а верхний слой подсох поэтому я слегка поливаю чтобы и удобрение растворялось и работало и чтобы верхний слой грунта все-таки был достаточно увлажнен полила контейнеры водой комнатной температуры я предварительно набрала воду отстояла ее и затем только поливаю все здесь они у меня постоят какое-то время до вечера и затем я их снова отправлю на стеллаж под стеночку если вдруг наступит холода но пока холодов у нас не 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 предвидится но мало ли что еще может быть зима вся впереди февраль и в марте может завьюжить тогда я буду следить за погодой и либо укрою их лутра силам либо отнесу в сарай вот так туда-сюда переношу но и им со мной не скучно и мне с ними тоже не скучно все друзья я вам желаю удачи не забудьте подкормить свои контейнерные луковичные растения до новых встреч до свидания